Всем привет, друзья! Я Димон, с вами Автогода Лайф. Это рубрика Quick Guide, а это Kia Carnival. Сегодня говорим о его технических характеристиках. Начнем с кузова и геометрии. Это первый кроссвэн. То есть у нас кузов с явно кроссоверными чертами, короткими свесами и просветом 182 миллиметра. Но при этом автомобиль большой, с раздвижными дверями, вэн с тремя рядами кресел. А в и может быть еще и с четырьмя, кстати. Кресла эти нужно куда-то складывать, поэтому сзади тут есть углубление, которое одновременно и багажник, и ниша для кресел. То есть подрамник сзади не предполагает размещения заднего редуктора, пол, подвода к нему карданного вала или размещение муфты. Все Carnival переднеприводные на всех рынках. Что наиболее важно большой семье? Полный привод или побольше места? Конечно, побольше места. Вот именно так же подумали в Kia, и это верно. У нас автомобиль выше, чем на других рынках. При этом максимально доступные колеса это восемнадцатые. Конечно, можно поставить и девятнадцатые, но это будет уже жестко по подвеске. Пятое колесо в машине тоже присутствует и находится под днищем. Подвеска многорычажка, тормоза дисковые. А теперь о коробке и моторах. Коробка одна – это восьмиступенчатый классический автомат. Да, эта трансмиссия не такая динамичная, как робот в Sorento, но в данном автомобиле это верное решение. Это семейный кроссвен, и чем плавнее работа коробки, тем лучше. Моторов два. Дизельный 2.2, 199 сил с крутящим моментом 440 ньютонов, что очень хорошо. Тяга у него просто отличная, но в динамике разгона бензиновой версии он проиграет примерно две с половиной секунды. Атмосферная V-образная шестерка 3.5 мощностью 249 сил разгоняется за восемь с половиной секунд, что супер хорошо для такого большого автомобиля. Тяговый момент у этого мотора немного ниже – 331 ньютон-метр. То есть при загрузке уверенней будет ехать все же дизель. Но если вы больше ездите не на загруженной машине, а пустые, то бензин покажет себя веселее. Хотя, повторюсь, не забывайте, это переднеприводный семейный вен. Какие гонки! Что дизель, что бензин оба варианта адаптировали в доналоговую планку, и это хорошо. И опережая ваш коммент, типа ничего себе адаптировали V6 в Америке 290 сил, я вам скажу. В Америке это не совсем этот мотор. Там версия GDI с непосредственным впрыском, а у нас MPI с распределенным. Все ради ваших налогов, друзья. Еще один пункт, характеристик, на который обязательно стоит обратить внимание, особенно при эксплуатации в городе – это его габариты. Вот они перед вами на экране. Если наше видео было для вас полезно и познавательно, ставь лайк и поделись им с другом. С вами был Димон. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok